Дорогие учителя, на вас сейчас возлагается очень большая ответственность в наше нелегкое время дать детям то, на самом деле дать им смысл жизни, направить их на путь, который позволит им создавать, создавать, творить что-то новое, что-то необычное. И это, конечно, очень-очень важно, это колоссально важно. И я даже не представляю, насколько нужно, сколько качеств нужно иметь, чтобы зажигать детей. И мы, как бы ученые, мы же все тоже когда-то обучались в школах. И я уверен, что каждый из тех людей, кто добился чего-то в науке, помнит своих первых учителей физики, которые смогли им показать, зажечь их, дать им какой-то толчок, чтобы они уже дальше двигались. И я вам желаю стать и найти своих учеников, которые в итоге станут великими людьми. Это очень-очень важно. Меня зовут Кирилл Болдарев. Я, собственно, работаю в лаборатории фуре-спектроскопии, института спектроскопии РАН и еще у нас отдел спектроскопии конденсированных средств. Как вы видите, очень много слов спектроскопия. В этом плане мы тут полные спектроскописты. Да, значит, и расскажу я вам о фуре-спектроскопии высокого разрешения. Я постараюсь делать отсылки на то, чтобы как бы можно было дать что-то детям из этого. То есть не только в вашем понимании, но чтобы вы смогли как-то это дальше донести. Значит, и буду я рассказывать в принципе про фуре-спектроскопию и про фуре-спектроскопию высокого разрешения. Так, это что-то не то. Где у меня? Вот оно. Вот, собственно, наш институт. Вы сегодня будете в лаборатории. Андрей Витальевич очень много вещей рассказывал, которые я вам покажу. Просто вот как все светится, всякие алмазы, светящиеся, различные люминофоры, которые светятся, про тепловое излучение, про инфракрасное видение, приборы ночного видения, про молнии. Все, что можно показывать в школьной программе в качестве опытов. Я вам покажу. Мало того, многие вещи можно действительно за копейки приобрести на Алиэкспрессе и просто показывать, сделать небольшую такую оптическую и физическую лабораторию демонстрационную. Ну и не только демонстрационную. На самом деле, вот я вам покажу в нашей лаборатории, очень много науки делается на вещах, которые, скажем так, такие полукустарные, собранные с каких-то частей с Ебэя, Алиэкспресса и так далее. Авито. Вот. Но это вы увидите вот, собственно, в нашем институте. Наш институт достаточно молодой, чуть больше 50 лет, но он награжден премией Европейского физического общества за выдающийся вклад ученых, которые работали в нашем институте. Таких как Роман Персонов, Владлен Литохов, Владимир Агранович, Сергей Мандельштам и другие. И вот, к сожалению, с 15 сентября 2022 года наш институт находится в списке, в санкционном списке США. И у нас уже начались из-за этого проблемы и с оборудованием, и с принятием публикаций. В общем, такая тяжелая ситуация, тяжелое время, но я думаю, что мы рано или поздно с этим совсем справимся. Вот. Соответственно, научные направления нашей лаборатории. Вообще, спектроскопия, она, это совершенно универсальный инструмент, который позволяет исследовать очень многие вещи, не уничтожая их, просто с помощью света. С помощью поглощения света, с помощью отражения света, с помощью пропускания света. Собственно, чем мы и занимаемся. И у нас большое количество различных, очень-очень красивых кристалликов, это вы все увидите. Занимаемся мы в основном, значит, материалами для квантовой оптики, оптоэлектроники, фотоники, магнитными материалами. Мы, например, можем исследовать фазовые переходы, фазовые превращения любого типа. Это могут быть структурные фазовые переходы, это могут быть магнитные фазовые, сигнетоэлектрические, какие-то там полиморфные превращения. И все это можно видеть с помощью спектроскопии. Переходы в различные агрегатные состояния. Ну и, как я уже сказал, что спектроскопия это совершенно универсальный метод, который позволяет исследовать вообще все, что угодно. То есть, одно из последних наших проектов, которым мы сейчас занимаемся, это вот Андрей Витальевич рассказывал про венесцентную волну, которая выходит из кристалла. И вот с помощью такой венесцентной волны мы исследуем плазму крови. То есть, это позволяет очень быстро, без каких-либо реагентов, понять параметры крови, выяснить болезни. И это делается буквально за секунды, вместо долгого, дорогостоящего биохимического анализа на каждый компонент по очереди. Ну, еще важная штука, которую стоит как бы тоже доносить и показывать детям, это то, что наука это действительно очень красиво. Вы многие из этих вещей увидите. Смотрите, все светится, все очень красивенькое, всякие интересные эффекты. Вот это свечение перавскитов, это самоудвоение. Вот мы на кристалл, например, посылаем инфракрасное излучение, причем инфракрасное излучение, которое совершенно не видно. Но так как в этом кристалле наблюдается самоудвоение частоты, то мы видим вместо 1450 нанометров, если мы разделим пополам, мы получим 725, это темно-красный цвет. Соответственно, если мы 1100 нанометров, это глазом совершенно не видно излучение, то здесь мы увидим такой желто-зеленый, 550 нанометров, 500 нанометров, а вот это 450, голубенький. Вот такие вот интересные поляризационные эффекты в одноосных кристаллах. Это рентгенолюминесценция, фотоалюминесценция. Ну, вы тоже все это увидите. Можете видеть, как светится кристалл. Я убрал фонарик ультрафиолетовый, а он продолжает светить. Он светится очень долго. Это фосфористенция, которая на самом деле в современном мире подобные материалы начинают использовать для, например, освещения дорог. Дневное солнце у нас заряжает их, а потом они сутки могут выдавать, там, всю ночь выдавать свет, и не требуется никаких источников электроэнергии. И это можно делать в труднодоступных районах. Ну, конечно, в наших краях это довольно затруднено зимой. Вот, но в целом тоже это вот со школьных экскурсий. Это вот как раз исследование плазмы крови. Это алмазы светящиеся. Электрические поля, видите, тоже алмазы. Так, идем дальше. А, это вот тоже свечение алмазов. Покажем? Ну, ладно. Все это я покажу вживую. Вот, соответственно, в нашей лаборатории находится самое современное оборудование. И вот, будем надеяться, что оно будет работать дальше, потому что очень многие фирмы, которые поставляли оборудование, они, к сожалению, ушли из России. И это тоже довольно большая проблема, потому что, ну, какое-то время мы сможем на своих запасах существовать, но не знаю, неизвестно сколько. Ну, давайте тоже не будем о грустном. Вот. И на этом оборудовании, на самом деле, периодически у нас работают даже школьники. Часто к нам приходят экскурсии смотреть. То есть, на самом деле, любой из вас может позвонить, написать и приехать с экскурсией в наш институт, в нашу лабораторию. И можно продемонстрировать различные эксперименты с жидким азотом, с всякими оптическими вещами. Мы назвали институт спектроскопии. Что? Институт спектроскопии. Мы находимся совсем недалеко рядом. Соответственно, наша лаборатория различается в первую очередь тем, что мы занимаемся именно фурье спектроскопией. Что такое фурье спектроскопия, я расскажу. Но даже фурье спектроскопия разделяется, видите, на огромное количество различных возможностей. Это, я говорил уже, спектроскопия поглощения, отражения. Это НПВО спектроскопия. Это как раз вот это вот, когда на призмочке смотрится выходящая волна через кристалл. Сверху, например, на эту волну капают капелькой крови или какой-нибудь еще жидкостью. Терегерцовая спектроскопия. Это радиочастотный диапазон. Такой между СВЧ и оптическим диапазоном. Тоже очень популярный метод исследования. Вот с помощью него именно по слоям разбивают картины, смотрят, как художник рисовал картину. Или если под ней еще что-то есть, тоже можно наблюдать. Поляризация света. Очень важный параметр, который тоже можно исследовать. И у нас каждое вещество, оно по-разному отражает, по-разному поляризует свет. И это тоже, ну, вот один из вариантов, вы знаете, да, если смотреть через поляризационный фильтр, тоже можно школьникам такие вещи показывать, что отражение идет совсем по-другому в ССП поляризации. Фотопроводимость, фотосопротивление, это тоже можно все делать на Фурье. И наше последнее исследование, это спектроскопия высокого разрешения именно люминесцензия и рентгеновская люминесцензия. Лазерная люминесцензия и рентгеновская люминесцензия. То есть это совсем новое направление, которым вот никто раньше в мире не занимался. И вот мы сейчас, вот именно с высоким разрешением, мы сейчас начали это делать. Ну, а теперь я расскажу немножко о том вообще, что такое спектроскопия. Это было небольшое видение. Вот. Кто бы мог подумать, что свет, слагаясь со светом, может вызвать мрак? Это сказал французский исследователь Франсуа Араго. И очень красивые показательные картинки интерференции и дифракции. Это тоже вам покажу. Цвет волос в поляризационном микроскопе. Это из-за чисто поляризационного эффекта. То есть у вас волос может быть абсолютно черный, а в микроскопе он будет выглядеть желтым или красным, или голубым. А это зависит от его толщины. То есть вот такие вот интересные вещи. Можно, потому что наш волос имеет определенную толщину, и определенное количество длин волн укладывается в его толщине. И это вот наблюдается вот как в виде таких цветных картинок. Интерференция в тонких пленках. Окрас крыльев бабочек. Правда, не все бабочки фотонные кристаллы. Однако, есть именно примеры, когда вы смотрите на бабочку. У нее очень красивый окрас. А на самом деле это фотонный кристалл. Тоже интерференция волн. Вот. Ну что же такое свет? А свет это у нас волна. И частица на самом деле. Но мы сейчас будем ее рассматривать именно как волну. И цвет это на самом деле вот тот, который мы видим. Дополнительный цвет. То есть, тут может быть, не знаю, синий, белый, черный. Черный это просто полное поглощение. Зеленый, красный. Это отражение. Мы видим отражение и поглощение. Два процесса. И в зависимости от материала, в зависимости от химического и физического состояния вещества, он имеет свой цвет. Наш глаз это спектральный прибор, который позволяет отличить спелое яблоко от неспелого, съедобный гриб от несъедобного. То есть, такие вещи, которые... Он очень простой по сравнению с теми приборами, которыми мы пользуемся. Но он достаточен для того, чтобы выяснять структуру и свойства окружающего нас мира. Вот. Соответственно, с чем связано разное поглощение? Я сказал, что это у нас свойство вещества, его структура, его атомный состав, молекулярный состав. Ну и, соответственно, спектры у нас делятся на атомные спектры, молекулярные спектры. В видимой области мы в основном видим либо атомные спектры, либо полосатые спектры молекулярные. Это вот в ультрафиолетовой видимой области. Но инфракрасная область позволяет нам определить очень точно состав вещества. Про это я чуть-чуть попозже скажу. Самое главное, что у нас вообще происходит физически. У нас летит фотончик, ударяется в наше вещество и переводит нашу систему, наше вещество в какое-то новое энергетическое состояние. Происходят переходы в атомных оболочках, могут быть молекулярные какие-то изменения. И это приводит к тому, что этот квант света поглощается. Какое-то не поглощается, что-то отражается, что-то проходит насквозь. И это как раз определяет у нас то, как мы видим этот мир. Соответственно, как я уже сказал, объединение атомов в молекулы создает уникальные энергетические состояния, уникальные цвета. И молекулярные спектры могут быть связаны с различными спиновыми состояниями электронов, вращательными состояниями молекул, колебательными состояниями молекул и электронными оболочками в атомах. И спектр вещества на самом деле это отпечаток пальца. Дело в том, что во всех абсолютно лабораториях аналитических, химических, биологических, всегда стоят спектрометры для определения состава вещества. Вот, например, если в судмедэкспертизе, например, приходит какой-то белый порошок, то с помощью спектрометра, это базовая штука, которая есть в каждом центре судмедэкспертизы, за доли секунды просто определяют, что это за белый порошок. Это сахарная пудра, это какой-то наркотик, взрывчатое вещество или стиральный порошок. То есть это не надо ничего нюхать, не надо никаких химических реакций проводить. Просто буквально за секунды смотрится спектр вещества, сравнивается с базой данных и однозначно приписывается к определенному веществу. Ну и в целом, в спектроскопии есть наука о взаимодействии между светом и материей. Ну, в широком смысле можно сказать еще между светом и светом, потому что... Хотя это происходит тоже через материю. Ну вот, в основном, раньше используют дисперсионные спектрометры. Дисперсионные спектрометры очень легко собрать на коленке. Это может быть стеклянная призма. Но сейчас стеклянную призму это надо где-то покупать. Можно просто взять компакт-диск. Берете компакт-диск и смотрите там фонариком, светите на него. И смотрите, как отражается свет. И вот, например, я вам покажу. Кажется, фонарик белого света. Белый свет – это сумма цветов различных. И прямо видно, что в светодиодных фонариках отсутствует часть линий. Даже с помощью обычного компакт-диска такие штуки можно наблюдать. Современные спектрометры дифракционные по типу компакт-диска, только с большим количеством штрихов, с большой апертурой. Вот представлены здесь. Сейчас их используют все меньше. Почему? Потому что появились... Ну, на самом деле, у фурьер-спектрометра тоже есть небольшие ограничения. Поэтому дисперсионные приборы совсем не исчезнут. Но появились интерферационные приборы, так называемые фурьер-спектрометры. Если вот эти работали на принципе дифракции, то есть у нас фазовая скорость зависит от длины волны. Соответственно, у нас происходит разложение света на спектр. То в интерферационных приборах используются интерферометры. Сердцем интерферометра является интерферометр Майкельсона. Интерферометр Майкельсона довольно легко собрать тоже на коленках в школьном курсе. То есть берется полупрозрачное зеркальце, лазерная указочка, два зеркала, складывается и смотрится интерферационная картина. Вот, собственно, вот подобная картина будет наблюдаться, если вы сделаете классический интерферометр Майкельсона. Небольшой экспурс в историю. 1881 год Майкельсон создает свой интерферометр, чтобы доказать существование эфира. Дело в том, что тогда уже считали, что Земля круглая. Это сейчас начинают куда-то мигрировать обратно в средние века. Но в 1881 году точно знали, что Земля круглая. Майкельсон придумывает свой эксперимент. Это был безумно сложный эксперимент. По тем временам действительно сложная инженерная конструкция. Очень точная. У него этот интерферометр в ртути плавал, чтобы все колебания убрать. Вот, значит, два зеркальца, источник. Он использовал натриевую лампу. И наблюдение. И идея заключалась в том, что если мы повернем одно из плеч интерферометра вдоль вращения Земли или поперек, то у нас эфир в одном случае будет увеличиваться скорость, потому что как бы считалось, что эфир не увлекается Землей, или наоборот вычитаться. Но Майкельсон показал, что ничего не меняется, и что эфира не существует. Это как раз тот случай, когда отрицательный результат тоже результат. И в итоге его опыт, это тоже нужно, мне кажется, детям доносить, что любой результат важен, даже отрицательный. Вот в науке это работает очень хорошо. И именно его опыт сподвиг всех остальных начать думать, а что же на самом деле такое свет, что же на самом деле у нас происходит в мире. И в итоге появилась квантовая теория Эйнштейна. Но еще в своей книге Майкельсон замечает, что его прибор может быть использован для спектрального анализа. Если мы берем лазер, ну, не лазер, линейчатый какой-то источник, лазеров тогда не было, помещаем его в интерферометр Майкельсона, а одно из зеркал интерферометра начинаем двигать. Что мы начинаем видеть на экране? Мы в центре экрана. Мы начинаем видеть то темные, то светлые. Вот у нас две волны, одна относительно другой. Вот у нас движется зеркало. И мы видим интенсивность от положения зеркала. То яркое, то темное, то яркое, то темное. Это так называемая интерферограмма. И Майкельсон даже в своей книге нарисовал, что если у нас будет одна линия, то это будет просто синусоида. Если будет две линии, будет биение. Если две попарные, будет более сложное биение. Гаусс будет вот такое затухание, двойной гаусс и так далее. Триплет тоже более сложное биение. Но это работает только для простых спектров. А если у нас спектр сложный, если там огромное количество волн, то интерферограмма в современном фреоспектрометре выглядит вот таким образом. Что же делать? Есть идеи? Что с этим можно сделать? Фурье преобразование. Да, именно так. Именно так. Если мы возьмем и сделаем преобразование фурье над нашей интерферограммой, мы получим, собственно, из интенсивности положения зеркала мы получим частоту и интенсивность. На самом деле, фурье преобразование мы сейчас достаточно активно пользуемся каждый день. Это такие знаменитые форматы, как аудио, картинки в интернете, форматы сжатия видеофайлов. Но это все требует огромных компьютерных мощностей. Конечно, во времена Маккельсона это было невозможно. И в фурье спектрометры появились только в 70-е годы, когда появились первые компьютеры, которые способны были разжимать фурье. Но вот что касается, например, MP3 или AVI форматов, они стали доступны только с появлением компьютеров, которые на лету могли их разжимать. Эра MP3 началась в 95-м году, то есть совсем недавно, казалось бы. А эра YouTube изобрели в 2005-м году. Именно потому, что тогда появились компьютеры, которые были способны на лету разжимать видео. Собственно, и со спектрометрами точно такая же ситуация. Ну вот у нас переобразование в фурье, интерферограмма, спектр. Соответственно, если мы берем и кладем образец между двух интерферирующих пучков, то, ставя и убирая образец, и деля один спектр на другой, мы можем получить истинный спектр образца, например, поглощения. Если мы вместо источника поставим наш образец, возбудим его рентгеном или лазером, и он начнет светиться, то мы таким образом можем зарегистрировать спектр люминистенции. Если мы будем отражать от образца, то мы будем регистрировать спектры отражения. Если мы образец поставим в качестве детектора, к нему приделаем контакты, то мы будем измерять фототок или фотосопротивление. То есть фурье-спектрометр можно использовать для огромного количества спектроскопических задач. Собственно, чем мы и занимаемся. Но самое главное преимущество фурье-спектрометра в его высоком спектральном разрешении. Дело в том, что из фурье-преобразования известно, что ширина линии заложена в длине. То есть чем больше мы цугов волны, чем больше мы цугов интерференции померяем, тем более высокое спектральное разрешение мы получим. То есть у фурье-спектрометра разрешение зависит только от перемещения зеркала. А для дисперсионных приборов там имеет значение ширина апертуры, дырочки, через которую свет попадает на наш дисперсионный прибор, и от размера нашего элемента. То есть... И представьте, чтобы получить высокое спектральное разрешение на дисперсионном приборе, примерно такое, как у нашего прибора, который вы сейчас увидите, вам нужна будет дифрикционная решетка размером 10 метров на 10 метров, освещенная через дырочку диаметра несколько ангстрем. Это невозможно. Просто невозможно. Вот. На самом деле это возможно через солнечные телескопы. Солнечные телескопы существуют. Солнечный спектрометр. Вот такой спектрометр стоит на Байкале, поэтому светимостью просто солнце очень яркое. И вот там ты заходишь в этот спектрометр, там действительно примерно как эта комната, там гигантские совершенно элементы стоят. Вот. Ну, соответственно, основные преимущества с фурьер спектрометров это скорость. Мы сразу регистрируем весь спектр. Светосила, потому что нам не нужна маленькая дырочка, диафрагма. Механическая простота, насколько зеркало движется. Ну, внутренняя калибровка. Всегда одни и те же длины волн. Не нужно калибровать фурьер спектрометр. Ну, и фурьер спектрометры могут работать в инфракрасной области, в тергерцовой области, в ультрафиолетовой области, в видимой области. Все диапазоны перекрывают. Дифракционные приборы, как правило, работают только в видимой области, в ультрафиолетовой или ближней инфракрасной. А вот уже средняя инфракрасная, тем более далеко инфракрасная, Тергерцовая недоступна. Вот, собственно, это вы все увидите. Значит, зачем нам спектры высокого разрешения? Вот вопрос. Зачем? Ладно, понятно. Маленькие компактные фурьер-спектрометры, они, современные фурьер-спектрометры, они размером с листочек А4, вот такой вот толщины. Но они не высокого разрешения, потому что там не перемещаются. В нашем приборе, вот про который я говорю, зеркало перемещается на 5 метров. Это спектральное разрешение 1 тысячная ангстрема. То есть это колоссальное совершенно спектральное разрешение. Вот, где это используется? Ну, в первую очередь, это задача исследования газов и небесных тел. Потому что в газах очень узкие линии, там отдельная молекула, она свободная, практически не сталкивается, и у нее очень-очень узкие линии. Можно смотреть атмосферу, атмосферные газы, какие-то там загрязнения и так далее. Это очень активно используется. Ну и исследование... Это, кстати, вот спектр Солнца, спектр... Видите, какие узкие линии? Собственно, по спектру Солнца определили, что существует водород. Ой, водород, гелий. Он так, гелиос называется. Потом его, правда, открыли на Земле, но изначально считали, что он есть только на Солнце. А, вот, кстати, атмосферные газы. Вот это пропускание солнечного света через атмосферу. H2O, CH4 метан, CO2, озон, CO и так далее. Все это можно наблюдать в спектре. И концентрации, кстати, определять тоже. Но в нашей лаборатории мы занимаемся исследованием спектров высокого разрешения материалов для квантовых технологий. И существуют определенные вещества, у которых наблюдаются, как и в случае газов, очень узкие линии. Значит, ну, в первую очередь, это редкоизмельные элементы. Ну, я это тоже все покажу вам. Где это можно использовать? Ну, в частности, в квантовой информации. И если получится создать квантовый компьютер, высокоэффективный, вместе с квантовой связью, то мы можем получить вообще такую фантастическую вещь, как квантовый интернет. Представляете себе, весь мир является сетью из квантовых компьютеров. И малейшие изменения в одной из систем, из систем, из квантовых компьютеров, приводят к мгновенному изменению в состоянии всех компьютеров. Это фантастическая совершенно штука. Зачем? А зачем? Зачем? А мы сможем моделировать, обмениваться мгновенной информацией. Ну, это, в первую очередь, это пока нужно для науки. Да. Я же обратная связь, которая... Ну, вы представляете, да, мгновенная передача информации. Это фантастическая совершенно штука. Смотрите. Да, 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 да. Вот. Ну, а одна из проблем квантовой связи и квантовых компьютеров, это наличие квантовой памяти. Потому что всю информацию, которую мы получаем, ее нужно где-то хранить. И она должна быть не просто записана в виде ноликов и единичек, она должна быть записана именно в квантовом виде. И для этого, это первое, квантовая память. И нужен квантовый повторитель, чтобы мы могли взять квантовую информацию, записать ее и передать дальше, тоже в квантовом виде. Потому что как только мы переходим от квантового к классическому, мы потеряем все преимущества в, собственно, квантовой стиле. Вот. Соответственно, мы занимаемся как раз, одна из наших задач, это поиск материалов для квантовой памяти. Кроме всего прочего, вот представьте, первое, что можно использовать... Ага, важно то, что все, конечно, все квантовые компьютеры будут работать при очень низких температурах. И первое, чем мы занимаемся, это мы все исследуем при очень низких температурах, близких к температурам абсолютного нуля. То есть у нас креостаты, которые охлаждают до 2,5 кельнена, это 2,5 градуса выше абсолютного нуля. Потому что тепловые колебания у нас всю квантовость нашу губят. Вот, к сожалению. Но современные технологии такие, что получение низких температур это вообще уже не проблема. У нас, вот, например, 2 криостата замкнутых цикла, нужно просто нажать на кнопочку, никаких криожидкостей, ничего. Это обычный холодильник, такой же, как у вас дома. Ничем не отличается. Только вместо фреона там используется гелий. Гелевые холодильники. Значит, стоимость такого холодильника... Вот, недавно мы купили 5 миллионов рублей. Да. Это дешево. Вот, но он японский, и хорошо, что вы его купили, успели купить. Потому что нам сейчас его никто. С температурным диапазоном какой? От комнаты до 2 кельвин. До 2 кельвин? До 2 кельвин. Зависит от мощности. На самом деле, они бывают совсем компактные, совсем маленькие. То есть, ну, где-то киловатт. Это не что-то кошмарное. И вот, следующие компьютеры, которые у нас будут стоять, это будет корпус, на котором будет стоять криоголова, и который будет охлаждать наш квантовый процессор до температуры, ну, хотя бы, 10 кельвин. Вот, такое, и это не будет, понимаете, проблема в том, что криостаты замкнутого цикла сейчас, они очень простые. Это холодильник. Вот, холодильник такой же, как у вас дома стоит. Но проблема в массовости. Если он будет нужен каждому, как айфон. Вы представляете, айфон, если бы это было единичное производство, он стоил бы космических денег. Ну, или там, любой мобильный телефон. Вот, собственно, такие дела. Следующее интересное применение – это квантовые сенсоры. Я уже говорил, что квантовые системы, они чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям, к температурам, к магнитным полям, к электрическим полям, к световым полям. И поэтому их изолируют очень сильно, низкие температуры ставят, делают экраны. А мы можем обратную, в обратную задачу пойти. Мы можем использовать это в качестве очень-очень чувствительного сенсора, квантового сенсора. Это вот тоже одна из задач, которыми мы занимаемся. Это квантовая сенсорика. Просто короткие, это уже больше научная такая часть. Вместо одной линии, видите, это, ну, тут непонятно, тут меньше одного нанометра, тут меньше одной десятой нанометра, меньше одной сотой нанометра, пардон. И здесь вы видите очень узкие линии. А это связано с так называемым, вместо одной электронной линии, это спектр поглощения, мы видим 8 компонентов. Это связано с взаимодействием электрона, атома Гольмия, это редкоизменный элемент, с магнитным моментом ядра. То есть это спин-ядерное взаимодействие. И все это наблюдается в оптике с высоким разрешением. Мало того, периодически можно наблюдать такие вещи, как изотопические эффекты. У нас есть два разных типа лития, и в зависимости от изотопа лития у нас картинка меняется. А при этом смещение атома Гольмия составляет всего 3 на 10 минус 5 нанометра. Вот один из примеров квантовых сенсоров. Мы можем наблюдать настолько маленькие смещения атомов, которые никаким другим методом просто невозможно увидеть. Это мы все пропустим. Это тоже очень всякие интересные штуки. Я вам расскажу это все дело, так как у нас времени недостаточно. Все это вам покажу в... Да, это уже довольно сложная наука. Это вот, где вот такие сверхтонкие вещи можно использовать. Это квантовые сенсоры, это квантовая память, вот реализация квантовой памяти лямбдовой схемы, которая позволяет уже этот кристалл использовать именно как квантовый повторитель и квантовую память. Полностью оптический квантовый сенсор магнитного поля, вообще без электричества. Мы просто посылаем туда свет, получаем отклик и выясняем с очень большой точностью магнитное поле. То есть в том числе можно мерить магнитное поле Земли таким образом. Люминесценция тоже... Алмазы. Очень много занимаемся алмазами, потому что в них очень узкие линии. Прекрасная кристаллическая решетка. Алмаз вообще удивительный по своим свойствам. Но про алмаз много... Уже говорили про алмаз? Вчера. А, ну вы уже знаете, что это удивительная штука. И мы очень много занимаемся центрами окраски в алмазах как раз для квантовых применений. Вот всякие, как они светятся. Красивенько. Это алмазы для полупроводниковых. Вот помните, я вам говорил, что можно взять и алмаз использовать как сенсор, как детектор. И вот видите, это фотопроводимость. То есть мы смотрим, как мы посылаем свет, у нас рождаются заряды в алмазе, допированном определенными элементами, бором, фосфором. И мы можем уже его использовать как детектор, как сенсор. Ну и исследовать всякие физические свойства. Вот за счет электрон проводимости. Да, да, да. Наоборот. Мы посылаем фотон, фотон превращается в электрон, и это превращается в уже проводимость. Вот тоже разные цвета. Видите, красные, голубые, зеленые алмазы. Это под рентгеном уже свечения. То есть вот мы рентгенолюмиэссенцией занимаемся. Это я вам все покажу. Всякие материалы как раз для фотодинамической терапии рака. Мы тоже этим занимаемся, как они светят под разными длинными волн. Как раз в биологической прозрачности, то, что Андрей Витальевич показывал, как у нас свет красный проходит сквозь ткань. Это люминессенция урана. Это я вам все покажу. Вот, пожалуй, пожалуй, пожалуй. Пожалуй, я закончу, потому что времени у нас уже совсем-совсем нет. Приходите, мы вам все покажем. А какие инфракрасные источники бывают у нас? Какие? Конечно. Вы имеете в виду квантовые инфракрасные источники? Ну вот то, что я показывал сейчас, вот, например, вот люминессенция вот эта вот, вот тут, вот квантовые сенсоры и квантовая память на литий-3-4-4-сгольми. Вот эти все сверхтонкие эффекты. Это все и инфракрасное. Вот, например, 3000 обратных сантиметров, это у нас длинных волн, где-то в районе 3 микрон. То есть это вообще довольно глубокое инфракрасное излучение. Ну вот мы можем видеть, тут даже в 4 микронах вот есть излучение. То есть да, да, конечно, есть. Мало того, на этом все можно делать лазеры. И на этом делают лазеры. Ну, в принципе, как раз-таки можно даже диод инфракрасный купить очень мощный. Да? Да. Но он, правда, если... Ну, он обычно в ближней ИК. Они в ближней ИК. В средней редко мощной. Да, просто можно спичку поднять. Если все это хотят. Ну, инфракрасные диоды, например, мощные, стоят в камерах ночного видения. И тех, кто нас штрафует, присылают. Знаете, почему инфракрасное излучение используют? Ну, не только, чтобы слепить, не слепить водителя. Но в первую очередь, потому что рассеяние меньше. То есть, там туман, дождь. А чем длиннее у вас волна, чем длиннее длина волны, тем... Ну, и опять же, мочкой легко можно ловить. Да? Да. Ну, там много плюсов. Много. Говорите о том, что можно что-то купить с Алиэкспресса и так далее. Наверное, методически пожелание, чтобы, может быть, организовать какой-то чемоданчик, не тревожный, а... Кстати, это интересно, интересно. Какие лабораторные работы, исследовательские, можно с учетом сделать? Потому что, ну, конечно же, это, наверное, финансовое обязательство будет на плечи учителей, может быть, максимум администрации. Ну, можно как-то и родителей привлекать. Ну, заинтересованных родителей. Нет? Может быть, различные варианты от 1000 рублей до 10 тысяч, а там в зависимости уже от экономической составляющей. Ну, это вот как пожелание, методические... Хорошо, хорошо. Дело в том, что на Алиэкспрессе прямо есть лабораторные работы по физике. Вот, оптические. Там, например, набор линз, экранчик, который вот показывает, позволяет знакомость Неллиуса смотреть, там, преломление, отражение, полное внутреннее. Да, но они прямо есть там, прям наборы. А у нас что-нибудь дальше? Дальше это, да, уже с лазерами можно делать. Ну, кстати, там тоже с лазерами есть лабораторные работы. У нас в Троицке проходит очень интересное мероприятие, где школьники делают свои научные проекты. Как оно называется? Физический марафон. Физический марафон, да. И на самом деле это тоже одна из возможностей школьников привлекать к научной деятельности. То есть они сами выбирают тему. Ну, у них есть на самом деле научный консультант, который им помогает, который им рассказывает, который им занимается, который ведет. Но они стараются в игровой форме сделать какой-то интересный эксперимент, новый эксперимент. Вот. И даже какой-то иногда полезный. Ну, в школе мы тоже занимаемся проектной деятельностью. Мы, как мы такие, конечно, не научены, а как руководители, но руководители с проектом. И вот поэтому мы пытаемся сделать что-то интересное, немножко выходя даже за школьную программу. Мы хотели бы Ваши рекомендации, чтобы наши проекты более серьезные были. Серьезные, когда торговали до 30-ти школьников. Да. Когда это все консультанты платья. Там все родители платья. У меня в прошлом, что же в 40-м на деле. И вы пришли, как можно заработать. Студенты, аспиранты Ваших хозов, которые на блогах, нужно с ними заводить платья. Так было всегда. Очень хорошо. Так, коллеги, еще раз поблагодарим Кирилл Миталу. Спасибо. 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 Спасибо.